Это деньги из архипелагов на всех языках. Пока разговаривал с женой писателя, сам писатель решил навести порядок в своем кабинете. От помощи отказался. Хорошо, теперь я должен туда пойти сейчас посмотреть. Да, хорошо, правильно, все. Вот сейчас стоит все правильно. Так, очень удобный столик. А сейчас он уже остался после памяти старого. Больше ничего. Вы постоять, подумать тоже хорошо. Постоять, подумать можно. Посмотреть на клён. А там у меня был в Вермонте кабинет. Ещё выше. И стёкла были в крыше. Шесть окон в крыше. Света, но и холодно зимой. Холод зимой собачий. Я там, нет, там не натапливаешься. Вначале я пытался натапливать, но потом это слишком дорого. Я на полгода там не работал. У меня другой был кабинет. А всё, тёплое время, полгода, работал. Здесь он не такой холодный. Можно заниматься, но всё равно там удобнее. Теплее. Да, да, вот в маленьком. Сейчас вот кончается период тоже полугодовой. Вы приехали по засловлению. Вы кончаетесь. Татьяна Дмитриевна очень большой мне помощник в работе. А вот это собрание сочинений, она набрала, собственно, всё сама. Вот, смотрите, 20 томов. Вот с редакторством. Каждая буковка, каждая предложение. Граждан, вот всё, что она сделала, вот 20 томов. Но иные собрания сочинений уникальные. Конечно, я, в общем, мало, но тем не менее, я ряд областных библиотек подарил. Они все благодарили. В общем, в некоторых областных библиотеках есть. А это и в районные, я некоторые послал, красные колеса, потому что его тоже нигде нет. А в какие области России, вот с вами? Я послал областные, я послал, послал, сразу даже не перечислишь. Ярославль, Кострома, Рязань, Воронеж, Ростов, когда вы так со мной больше связали, Пятигорск, Таганрог. Петербург и есть? Да, публичные библиотеки у Петрограда есть. Я Петербург не говорю, я не признаю это. Я признаю Петроград. Мне тоже нравится. Мне тоже нравится больше. У него правильно совершенно переименование, когда война началась, он был, чего-то ради нам чужеземное имя столицы иметь. Петербург. Да, Петербург. Это он должен не Петербург, а Петербург по-голландски. Петербург. И еще Санкт. Но зачем сегодня говорить Санкт? Кто серьезно верит, что в Святого Петра? Кто это Санкт употребляет? Никто же не употребляет Санкт. А все говорят, Санкт-Петербург. Зачем? Просто Петроградский. А область оставили Ленино-Радскую. Тоже была бы Петроградская область. Вот такое дело. Вот очень хорошая вещь, академические слова. Когда спорить начинаешь, там незаменимы. Другие дома у меня были. Вот я в Экибастузе, но ведь не всякую же книжку будешь читать, а свою литературную работу я скрывал. А вот так я все время на поверку, например, гоняюсь. На поверку и стоим там 15-20 минут, пока перегоняюсь. А я вот вечером читаю. Я сижу и читаю. И все меня смотрели, как чудак, как он тронулся. Читает словарь. Кто-нибудь подойдет, когда штукач, проверит, что такое словарь. А я так набирался языка русского. Понимаете? И так я все четыре тона проработал. И вот то, что я в маленькой блокнотике показывал. У меня был первый экстракт, второй экстракт, третий экстракт, четвертый экстракт. Из экстракта экстракта я все время делал. Пока наконец из них сделал эти словарь языкового расширения. Эта работа 35 лет у меня заняла. Даже цены нет. То есть, вы учили язык. По сути, я его снова знакомился. Знакомился по-настоящему только так. Ну и в жизни, конечно, я все время записывал, как услышу выражение, еще что-нибудь я все записывал. Это очень обогащает. И разных областей. Скажем, у меня, у Ивана Денисовича язык. Мещеры. То есть, Рязанского, ну, восточной части Рязанской области. Южной части Владимирской. Вот там Мещера. Такая, так называется это место. У Матрёны живой язык, прямо такой, такая она была. Я прямо, она не знает, что я записываю. Она что-то говорит, говорит, я раз записываю, раз записываю, раз записываю. И живой язык совершенно дал. Кто-то вам из читателей говорил, что они обратили внимание на язык, из читателей поскорил. Да нет, какие читатели? Нет, меня больше ругают за то, что я якобы новата, я якобы придумываю слова. Мы настолько отвыкли от настоящего русского языка, что сейчас то, что я восстанавливаю сочные, корневые русские слова, воспринимается как придумка. Ну, вот, обустроить, вот это пришлось. Обустроить, как я сказал, прокляли мою брошюру, а все стали обустроены, где нужно, где не нужно, обустроиться на каждом шагу. Вот, а ведь ничего нет, устроить, обустроить. Это естественное сочетание. Даже когда Россия в обвале, это сначала... А сейчас уже как... Понимаете, мы предпредлог будем проведать, проведать кого-нибудь, разведать. А предведать, то есть предзнать, знать заранее, предведать. Или переведать. То есть, уж знаю я, но еще раз пошел, проверил, а так ли мне, не так ли. Переведать, предведать. Это всех словам... А оказывается, что переведать неправильно. Почему? Вот неоправденно. А на самом деле, это совершенно законно. Совершенно законно. Но мы употребляем только вот такие определенные приставки. Приставки у нас 20 или даже больше. И глаголов тьма. И каждая приставка с каждым глаголом может работать. И каждый раз, когда я соединяю по-новому, так как не соединяется, все кричат, он новое слово придумал. Да я ничего не придумал. Взял и соединил то, что в языке есть. Ну как погожь-то придумал. Значит, тогда пока все. Я покрою по себе. Я не говорю, что я не говорю. Я сел в углу кабинета. Смотрел на него. Мне было все интересно. Потом я встал и решил подойти к столу. Я сел рядом и смотрел, как он работает. Я слышал его дыхание. Я слышал его дыхание. Я слышал его дыхание.